Что ты плачешь? По дороге к гробнице они вспоминали дела милосердия, которые творил Христос, и слова, которыми Он всегда их утешал. Но они не припоминали Его слов «Я увижу вас опять». Ничего не зная о том, что произошло, они подошли к саду, говоря, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Они знали, что сами не смогут передвинуть этот камень, но тем не менее продолжали свой путь. И вот небеса вдруг озарились сиянием, которое шло не от восходящего солнца. Земля содрогалась. Они увидели, что большой камень отвален, и гроб пуст. Женщины направились к гробнице с разных сторон, и Мария Магдалина первая подошла к ней. Увидев, что камень отвален, она поспешила обратно, желая рассказать об этом ученикам. Тем временем к гробнице приблизились и другие женщины. Она была хорошо видна при свете дня, но тело Иисуса там не оказалось. Стоя в замешательстве рядом с могилой, они внезапно увидели, что были не одни. Юноша в сияющих одеждах сидел около гроба. Это был тот ангел, который отвалил камень. Он принял человеческий облик, чтобы не смущать друзей Иисуса. Но вокруг него сиял свет небесной славы, и женщины испугались. Они уже повернулись, чтобы бежать, но их остановил голос ангела. Не бойтесь, ибо знай, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых. И снова они смотрят внутрь гробницы, и снова слышат такую же чудесную весть. Другой ангел в человеческом облике говорит им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, а в третий день воскреснуть. Он воскрес. Он воскрес. Женщины повторяли эти слова вновь и вновь. Их мир оказалось ненужным. Спаситель жив. Он не умер. Теперь они вспоминают. Говоря о своей смерти, Он уверял, что воскреснет. Что за праздник для этого мира? Женщины поспешно удалились от гроба, и со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его. Мария не слышала этой радостной вести. Печально она пошла к Петру и Иоанну. Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. Ученики поспешили ко гробу и увидели. Все так, как описала Мария. Они увидели погребальные пелены и плат, но Господа своего не обнаружили. Но даже и это свидетельствовало о том, что Он воскрес. Погребальные пелены не были разбросаны в беспорядке, но аккуратно сложены. Иоанн увидел и поверил. Он прежде не понимал того места в Писании, где говорилось, что Христос должен воскреснуть из мертвых. Теперь же вспомнил слова Спасителя, предсказавшего свое воскресение. Сам Христос так аккуратно сложил эти погребальные пелены. Могущественный ангел пришел ко гробу. К нему присоединился еще один небесный посланник, и они вместе охраняли тело Господа. Когда один из ангелов отвалил камень, другой вошел в гробницу и развязал пелены, связывавшие тело Иисуса. А Спаситель сам сложил их. В глазах того, кто управляет движением звезд и малейших атомов, нет ничего маловажного. Порядок и совершенство видны во всех его делах. Мария сопровождала Иоанна и Петра к гробнице. Затем они вернулись в Иерусалим, а Мария осталась. Когда она заглянула в пустую гробницу, ее сердце сжалось от боли. Там сидели два ангела, один у изголовья, другой у изножья. «Жена, что ты плачешь?» — спросили они ее. «Унесли Господа моего», — сказала она, — «и не зная, где положили его». И она покинула ангелов, надеясь найти кого-нибудь, кто рассказал бы ей, что же случилось с телом Иисуса. Вдруг раздался другой голос. «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Глаза Марии были полны слез. Она смогла разглядеть лишь силуэт человека и приняла его за садовника. Она сказала, — «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Если гробница этого богатого человека слишком почетна для Иисуса, то она сама найдет, где похоронить его. Она имела в виду место, которое освободилось по велению самого Христа — гробницу, где некогда был похоронен Лазарь. Почему бы ей там не похоронить Господа? Заботиться о его распятом теле было для нее великим утешением. Но тут Иисус обратился к ней. «Мария!» И она услышала хорошо знакомый голос и сразу же поняла, что это не чужой человек, а, обернувшись, увидела перед собой живого Христа. От радости она забыла, что он был распят. Бросившись к нему, словно желая обнять его ноги, она сказала, — «Равуни!» Но Христос поднял руку, говоря, — «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему!» И Мария пошла к ученикам с этой радостной вестью. Иисус не хотел, чтобы ему поклонялись до тех пор, пока он не убедится в том, что его жертва благоугодна Отцу. Он поднялся в небесные обители и от самого Бога услышал заверение. Его искупительная жертва за грехи человеческие достаточна для того, чтобы через его кровь все могли получить вечную жизнь. Отец подтвердил завет со Христом, что он примет покаявшихся и смиренных и возлюбит их так же, как своего сына. Христу предстояло завершить свой труд и выполнить обещание сделать человека дороже чистого золота, дороже золота афирского. Вся власть на небе и на земле отдана князю жизни, и он возвратился к своим последователям в грешный мир, чтобы наделить их своей силой и славой. В то время, как Спаситель находился перед лицом Божьим, получая дары для Своей Церкви, ученики печалились и плакали у пустого гроба. День, который стал днем радости для всего неба, для учеников был днем неизвестности, недоумения и смущения. Сомнение, с которым они встретили свидетельство женщин, говорит о ничтожности их веры. Весть о воскресении Христа так разительно отличалась от того, что ученики ожидали, что они не приняли ее всерьез. «Все-то слишком хорошо, чтобы быть правдой», — думали они. У них в голове перемешались обрывки различных учений и так называемых научных теорий садукеев, и представление их о воскресении было очень туманным. Они совершенно не представляли себе, что значит воскресение мертвых. Они не могли вместить этого. «Идите», — сказали ангелы женщинам, — «скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Эти ангелы охраняли Христа в течение всей его жизни на земле. Они были свидетелями суда над ним и его распятия. Они слышали его слова, обращенные к ученикам. Это подтверждало их весть ученикам. Она должна была убедить в их выстинном положении вещей. Подобные слова могли исходить только от вестников воскресшего Господа. «Скажите ученикам его и Петру», — произнесли ангелы. После смерти Христа муки совести не давали Петру покоя. Его постыдное отречение от Господа, взгляд Спасителя, исполненный любви и сострадания, терзали его. Он страдал больше всех учеников, и ему было дано уверение в том, что его покаяние принято и грех прощен. Он был назван по имени. «Скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите». Все ученики оставили Иисуса, и призыв встретиться с ним относился ко всем. Он не отринул их. Когда Мария Магдалина сказала им, что видела Господа, она повторила призыв к встрече в Галилее. И в третий раз ученикам Иисуса была передана та же весть. После того, как он вознесся к Отцу, Иисус явился остальным женщинам, говоря «Радуйтесь». И они припали к ногам Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Воскреснув, Иисус прежде всего поторопился уверить Своих учеников в том, что Его любовь к ним не умолилась, и нежная забота о них не прекратилась. Стремясь доказать им, что по-прежнему остается их живым Спасителем, что Он сокрушил окову смерти, более невластной над Ним, чтобы явить им свою неизменную любовь, ради этого Он вновь и вновь являлся им. Он хотел еще крепче соединить их узами любви. «Идите, сообщите братьям Моим, — сказал Он, — что они встретят Меня в Галилее». Когда ученики услышали такое определенное указание, они начали размышлять над словами Христа относительно Его воскресения. Но даже и теперь они не радовались, не могли избавиться от сомнений и растерянности. Даже услышав рассказ женщин о том, что они видели Господа, ученики не поверили им. Они решили, что это женщинам только показалось. Несчастье за несчастьем обрушивалось на них. Сначала они видели смерть своего наставника, затем обнаружили пропажу его тела, а теперь их обвинили в том, будто они украли его, чтобы ввести народ в заблуждение. Они были в отчаянии и не знали, как изменить превратное мнение, сложившееся о них. Так хотелось снова увидеть Иисуса, помогавшего им во всех трудностях. Они часто повторяли, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Осиротевшие, с болью в сердце, они вспоминали его слова. «Если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Встречаясь в верхней горнице, они закрывали дверь на засов, опасаясь, что в любую минуту могут разделить судьбу своего возлюбленного учителя. Все это время они могли бы радоваться тому, что Спаситель воскрес. Мария стояла в саду и плакала, когда Иисус был рядом. Слезы так заслали ей глаза, что она не узнала Его. А сердца учеников были настолько переполнены горем, что они не верили словам ангелов и даже словам самого Христа. И сегодня многие продолжают поступать так же. Люди повторяют отчаянный вопль Марии. «Унесли Господа моего и не знаю, где положили его!» А сколько из них могли бы и сегодня услышать слова Спасителя? «Что ты плачешь? Кого ищешь?» Он рядом с ними, он близко, но глаза, полные слез, не видят его. Он говорит им, но они не понимают. «Ой, если бы поникшие головы поднялись! Ой, если бы открылись глаза, чтобы видеть его, и отверзлись уши, чтобы слышать его! Пойдите, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых!» Пусть они не смотрят на новую гробницу Иосифа, которая была завалена большим камнем и запечатана римской печатью. Христа там нет. Не глядите в пустой гроб, не уподобляйтесь тем, кто плачет, потеряв надежду и поддержку. Иисус жив, а раз Он жив, то и мы будем жить. Вознесем же песнь радости и сердцами, исполненными благодарности и устами, очищенными священным огнем. Христос воскрес! Он живет, чтобы ходатайствовать за нас. Эта надежда сохранит вашу душу подобно прочному, испытанному якорю. Верьте, и вы увидите славу Божью! Субтитры создавал DimaTorzok